всем приветики купила значит себе внешний аккумулятор для телефона уже давно купил где-то около месяца назад решил сейчас вот записать обзорчик какая вот она надпись сзади особо никаких картинок нет вообще никаких только о том что это ведь литий-ионная батарея и все так нигде ничего нету вот распаковывается он при распаковке я упаковала на всякий случай чтобы более наглядно все это было в такой упаковочке он лежал это сама сама коробочка мне больше ничего нет ни еще одна там лежит сам аккумулятор и кабель вот он аккумулятор инструкция и кабель сам аккумулятор получается кабель для зарядки телефона и самого аккумулятора и инструкция аккумулятор как бы но здесь еще была наклеечка такая которая вот как и сзади типа но как и сзади все было полностью белая правда сзади это часть корпуса спереди была наклейка я ее снял и приклеил вот сюда вот она была наклеена спереди здесь получается сзади идет описание дата выпуска описание что мили 5 ты 5 тысяч миллиампер часов потом вольтаж входной input 5 вольт 2 ампера и выходной 5 1 вольт 2 ампера видно там не видно вот потом сама эмблемка фирма которая производит аккумуляторы сзади ничего нет такой корпус и спереди получается разъем для usb подключения что подключается провод и вторая часть но получается вот этот эта часть подключается туда а вторая часть к телефона то есть как то так это выглядит что подключается usb порт в а сюда в мини usb порт в телефоне ну и уже идет зарядка как бы видно и лампочка вот горит в самом телефоне тоже он пошло крутиться показать что идет зарядка вот а здесь здесь отображает что идет зарядка мигает все лампочки то значит аккумулятор полностью заряжен когда он разрядится значит будет разряжаться будет три мигать лампочки потом две одна ну и совсем погаснет значит разрядился а вот вот она еще какое-то время мигает получается после отключения потом гаснет и здесь есть следующий порт мини usb сюда подключается уже для того чтобы заряжать сам аккумулятор то есть с этого порта заряжается то есть с этого порта идет из аккумулятора зарядка в этот порт в аккумулятор зарядка вот то есть наоборот подключается то есть вот таким образом подключается провод а эта часть уже либо в компьютер вставляется заряжается либо в отдельный как бы штекер либо можно использовать от телефона который как бы вот прямо прямо даже можно этот наверное туда хотя лучше лучше оригинальный ну то есть таким вот образом подключить но я покупал отдельный потому что здесь слова слабые вы здесь выход всего лишь один ампер с одним ампером аккумулятора этот будет заряжаться пять с половиной часов поэтому я купил другой немножечко помощнее выход 2 и 1 ампер и тогда аккумулятор зарядиться примерно три с половиной часа где-то то есть быстрее на два часа вот здесь как бы два разъема можно и подключить и и этот и аккумулятор с и телефон и все заряжать вместе включается получается таким вот образом вставляется в сети но уже идут зарядка вот если он разряжен то получается при зарядке будет мигать первая лампочка там когда зарядиться первая лампочка уже будет гореть будет менять 2 потом когда зарядиться еще еще чуть-чуть зарядиться то уже 2 лампочки будет гореть 3 будет мигать потом 3 будут гореть 4 будет мигать а потом когда полностью зарядиться все лампочки будут гореть можно снимать зарядки как бы это а вот эта кнопка как бы что проверить уровень зарядки нажимаешь и лампочки мигает показывая уровень зарядки 4 лампочки значит на сто процентов он заряжен вот то есть одна лампочка это примерно 25 процентов 2 50 3 75 процентов 4 100 процентов вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кабель, который идет с ним, тоже на ощупь такой же, как бы приятный, как все равно матовый. Вот. В комплекте сама еще инструкция идет, в которой расписано что и как. Правда, она на английском языке, но можно все перевести. У меня есть уже переведенная, я, наверное, если получится, оставлю ее где-нибудь. Уже готово. Здесь как бы оно расписано, что где располагается, что означает. То есть, ну вот вход, выход, как бы, индикатор, проверка батареи. Там уже идут характеристики, зарядка, разрядка, все это показывается. Как оно все... По процентам, и что лампочки в это время показывают. Вот. Ну и все как бы на обратной стороне. На обратной стороне, ну тоже какие-то там описания, предупреждения, всякое такое. Я уже как бы не помню, что там именно. Сейчас я не могу сказать, потому что английский не помню. Но вообще переведенная уже инструкция есть у меня. Вот. Ну и все как бы. Такой вот аккумуляторчик. Удобно как бы. Хватает вот моего телефона. То есть где-то 2100 мАч. То есть 5000 мАч этого аккумулятора. Мне хватит на две зарядки полных. И еще на, ну, примерно в 35%. Но если пользоваться телефоном, пока он заряжается, то, наверное, на третью и не хватит. Потому что все это разрядится, пока будешь пользоваться. Заряжаем. Хотя, смотря как пользоваться. Если в интернете лазить, то, может быть, две и хватит. А если в какие-нибудь игрушки, то, может, и двух не хватит. То есть одна и еще одна с половиной. Ну, то есть две. Ну, то есть одна и вторая, но не полностью наполовину. То, что разряжаться будет быстро. Вообще, как бы, удобно с этим аккумулятором то, что, если находишь их где-то в пути и нет возможности зарядить телефон или какое-то другое устройство, в котором используется ми, мини или микро, как он там правильно, USB для зарядки, то аккумулятор этот вот может выручить. Когда под рукой нет розетки и ничего такого, а телефон зарядить надо, то, как раз таки, в такой ситуации пригодится внешний аккумулятор. Так что, удобная штука, как бы. Да и вообще приятно то, что он весь такой матовый, как бархатный все равно. И железный такой вот, ну, как бы, не знаю, мне нравится, как бы, приятная такая штука. И вручала меня пару раз, когда телефон разрядился. Как бы, у меня, я был в помещении, но там не было розетки. И как раз таки выручил он меня. Вот. И еще, еще что, наверное, хотелось бы сказать. Не стоит делать вот так, как бы. Подключать сразу два разъема. Ну, то есть, сюда, когда идет на зарядку чего-либо. И сюда, типа, как на зарядку аккумулятора. Потому что это, получается, будет замыкание аккумулятора. И, кто его знает, есть там защита или нету. Может, есть и ничего не случится, как бы. А может быть и нету. И для него это будет, ну, как бы, пагубное влияние. Оно будет, ну, явно, что отрицательно влиять на него. Если он не выйдет из строя сразу, то это, скорее всего, уменьшит срок его службы. Поэтому так делать не стоит. Вот так-то. Вот такой вот аккумулятор. На этом все. Пока.